всем здравствуйте сегодня я хочу поделиться с вами тем как я вязала вот такой красивый большой широкий шарф точнее наверное это палантин вы видели уже фотографии как он сидит на мне и на самом деле я хочу рассказать о нем потому что вяжется он очень просто и легко наверное нужно лишь затратить время на то чтобы связать такой большой и длинный шарф но при том что тут за узоры самые самые простые с которыми справятся даже новички но выглядят они очень эффектно мне хочется помимо рассказа об узоре которые здесь использовала рассказать небольшие технические характеристики и какие здесь использовала потому что я думаю что многим они могут пригодиться при вязании даже может быть других изделий но давайте тем не менее все равно расскажу из какой пряжи я вязала и какие особенности этой пряжи потому что возможно опять же составы вам где-то такие попадутся несмотря на то что это бобинная стоковая пряжа да это бобинная стоковая пряжа вот такая совершенно тоненькая 1400 метров 100 граммах но вязала я в 4 нити на спицах номер 4 здесь 90 процентов меринос 10 процентов кашемир опять же да вы можете использовать абсолютно любую пряжу которую вам удобно или с какой вы хотите из такого цвета какого вы хотите и плотность наверное не настолько важна потому что все таки шарф не нужно сажать на фигуры да но тем не менее я давайте вам скажу какая плотность была у меня я буду мерить по лицевой глади у меня получается на 1 сантиметр это 2 2 петли и 2 петли высоту на 1 сантиметр то есть квадратик у меня получается 2 петли в ширину 2 3 петли высоту при такой плотности опять же давно примерно у меня получается шарф шириной 45 сантиметров с учетом с учетом того что у меня здесь 5 раппортов 5 раппортов узора и 2 метра длиной но сколько раппортов узора в длине шарфа мы тоже с вами немножко попозже поговорим и так сам шарф состоит из пяти раппортов но это не совсем конечно раппорт давайте будем говорить дорожек но эти дорожки вы точнее количество этих дорожек вы конечно сами можете регулировать то есть в зависимости от того во первых какой толщины у вас пряжи да она вас может быть толще или тоньше во вторых ну какой шарф вы хотите то есть он и с тремя вот этими дорожками будет красиво смотреться и с четырьмя и даже с двумя дорожками будет хорошо смотреться если вы например предпочитаете шарф носить под курткой например да то есть конечно же вот такой палантин он носится сверху и верхней одежды потому что он будет создавать очень большую плотность полотна каким-то пальто там и под курткой да то есть я буду рассказывать свой опыт но вы понимаете что все это очень легко меняется так вот основной узор этого этой дорожки это вот такая вот звездочка просто я с вами ее провязывать не буду но я покажу вам раппорт узора в любом случае этот раппорт узора вы сможете найти у меня в статье на дзен ссылку на которую я оставлю под видео во вкладочке еще до в инфобоксе также вы можете сделать скрин экрана не обещаю но буду стараться еще в сообществе продублировать но в любом случае если вы никак не сможете найти эту схему вы мне напишите в комментариях мы с вами как-нибудь свяжемся так вот раппорт этого узора состоит из 14 петель в ширину и 26 рядов в высоту вяжется он очень просто самое сложное тут наверное это вот эти вот перекрещивание петель причем практически все состоят из четырех петель да это 2 на 2 я думаю что с ними справится даже новичок единственное что они выполняются симметрично относительно друг друга то есть если вот эта часть узора выполняется перекрещиванием как бы в сторону центра это тоже в сторону центра но противоположно да получается друг другу и именно вот такими самыми простыми перекрещиваниями формируются вот эти лепесточки с этой с этой стороны да сверху снизу слева справа единственное что где-то эти перекрещивания идут лицевая на лицевую да где-то нужно обращать внимание что мы перекрещиваем вот здесь вот например лицевые а здесь у нас уходят изнаночные с помощью этого мы как раз таки тоже создаем вот такую вот часть лепесточка самое сложное наверное вот эта центральная часть цветочка да ну понятно что центральная часть опять же это просто перекрещивание из 4 петель но перед этим идут перекрещивание 2 на 3 то есть обратите внимание вот здесь две петельки то есть мы сначала идем перекрещиванием две петли перед работой три петли за работой причем когда мы провязываем эти три петли которые у нас остались за работой мы их провязываем изнаночными петлями а вот эти две петли мы провязываем лицевыми точно так же поступаем со следующими пятью петлями только в зеркальном отражении да у нас три петли уходят за работу и потом они превращаются в изнаночные а вот эти две лицевые они лицевыми и остаются да в итоге у нас остается как раз четыре лицевых надеюсь я правильно понятно все объясняю но думаю если вы читаете схемы умеете читать схемы все вам будет понятно даже глядя вот на эту звездочку и дальше да после центральной вот этого перекрещивания мы точно также перекрещиваем 3 петли и 2 то есть вот эти две петли у нас уходят в лицевые а вот эти три петли которые были изнаночными обратите внимание две петли лицевых 1 петля изнаночная это нам нужно для того чтобы сформировать вот эту дорожку из изнаночных петель которая разделяет два лепесточка и противоположная и противоположный лепесточек точно также 2 лицевые петли у нас уходят в 2 лицевые а вот эти которые были три изнаночные уходит 1 изнаночные 2 лицевых все у нас остается 2 изнаночных петельки дорожка между лепесточками и по 4 петли ушло на лепестки точно также продолжаем вязать по схеме эти лепестки кстати стоит заметить что мы вот этот узор начинаем с первого лицевого ряда то есть вот этот ряд у нас вяжется по лицу лицевыми петлями еще стоит заметить что все вот эти петли схемы изображены для лицевой стороны изделия то есть соответственно если у нас здесь указана лицевая значит с изнанки это будет изнаночная петля но я думаю что это тоже понятно да то есть я говорю именно про лицевую сторону узора так вот первый ряд у нас начинается с лицевой с лицевого ряда и вот понимаете вот это лицевая изнаночная лицевая лицевой ряд а вот здесь изнаночный ряд и обратите внимание что на изнаночном ряду вот этот вот вот эта часть узора вяжется не по рисунку то есть вам здесь нужно будет провязать 2 изнаночные до с учетом того что мы вяжем на изнаночном потом лицевые и опять 2 изнаночные с лица это будет выглядеть именно так 2 лицевые изнаночные 2 лицевые обратите на это внимание вот у меня почему-то именно Вот в этих местах была путаница, мне приходилось немножко распускать, потому что вот уже перекрещивание идет в лицевом ряду. Первое перекрещивание этого узора. Ну и соответственно, чтобы вот такой шахматный узор получился, там где у нас идет цветочек параллельно с этим цветочком, мы просто вяжем лицевую гладь. То есть соответственно, все вот эти ряды узора, исключая платочную вязку, вот эту часть мы просто вяжем лицевой гладью на соседней полосочке. Как только вот этот раппорт узора у нас закончился, мы снова вяжем вот эту часть платочной вязки. И соответственно, где была лицевая гладь, вяжем узор, где был узор, вяжем лицевую гладь. Все, я думаю, что с этим все понятно. Давайте поговорим про вот эти вот дорожки. Дорожки здесь можно пустить абсолютно любые. Я использовала очень простые дорожки, которые состоят из трех петель. То есть двумя петлями я отгородилась условно вот от этих основных дорожек. То есть на саму вот эту дорожку мне нужно было 7 петель. Три петли узора и по две петли слева и справа. Я считаю, что такая дорожка очень хорошо вписалась в этот узор. Давайте я быстренько покажу, как она вяжется, потому что, ну, наверное, многие знают, ну, или кто-то другой, другую дорожку будет использовать. Я покажу, какую вязала я. Так вот, как я говорила, три петли. Я сделала вот такую себе готовую уже связанную, связанный образец и продолжу его вязать с объяснениями. Итак, вот те самые две изнаночные, которые у меня присутствуют также в шарфе. Теперь нужно выполнить вот такие детали. Они, это даже не провязываются, да, просто мы три петли обматываем ниткой. То есть, я оставляю нить перед работой, три петли с левой спицы перекидываю на правую, обматываю эти три петли ниточкой и обратно три петли возвращаю на левую спицу. Все. Вот у меня одно обматывание произошло. Но мне одного всегда маловато, кажется, не хватает. В общем, я еще раз обматываю точно так же. У меня, получается, эти три петли обмотались ниточкой два раза. И она снова у меня, в принципе, так же лежит на пальце, как и должна при обычном вязании. Просто вот эти три петли обмотаны. Я еще советую хорошо затягивать вот эту ниточку, чтобы обмотка была тут хорошая, чтобы не болталась ниточка. Итак, первую петлю из этих трех я провязываю лицевой. Следующую делаю накид. У меня остается две петли, которые я провязываю вместе с наклоном влево. Все. Три петли мы с вами провязали. Все. Тут у меня изнаночные. И давайте я повторю снова. Нить перед работой. Три петли я перенесла на правую. Ниточка обмотала эти три петли. Снова обмотала. А у меня петли уже на левой обратной спице. Снова на правую обмотала. Все. У меня получается два оборота вокруг этих трех петель. Если вам нравится, вы хотите еще более объемную обмоточку. Вот эту. Вы можете и третий раз обмотать. И эти петли я уже провязываю. Первая лицевая. Накид. Две петли вместе. Все. Самое сложное мы с вами сделали. Изнанку по рисунку вяжем. Там, где накид, вяжем изнаночной петлей. Следующий ряд вяжем все по рисунку. Там, где у нас были лицевые три петельки, провязываем лицевыми петлями. У нас сформировался с вами вот такой оборот петелек. Тут еще отверстие такое получилось. Оно может быть не особенно и заметно, но в то же время оно создает такой некий объем самой этой дорожки. Можно даже не делать никакой накид. Просто вязать три лицевые, которые обматывать через каждые три ряда. А можно и делать. Смотрите сами. Это опять же на ваш вкус. Все. Мы провязали по рисунку. Следующий ряд мы снова вяжем по рисунку. Вот такой у нас самый простой раппорт узора получился. То есть, вот сейчас я вяжу изнаночный. И для продолжения уже вязания этой дорожки, вы следующий ряд опять уже вяжете с обмоткой трех петель. С обмоткой трех петель и вот с накидом. То есть, вот у вас получается такая дорожка. Очень просто и хорошо вписывается на мой вкус в этот узор. Итак, давайте посчитаем, сколько петель все-таки набирать на этот шарф. Итак, здесь у меня пять дорожек. Напомню, что вы можете все-таки делать ширину шарфа в зависимости от того, сколько вы хотите сделать дорожек. Каждая дорожка 14 петель. То есть, пять дорожек по 14 петель, это у нас 70 петель. Вот эти маленькие дорожки, как я уже говорила, на них нужно 7 петель. Этих дорожек у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, шесть дорожек, это, соответственно, по 7 петель 42 петли. 70 плюс 42, это 112. И обратите внимание, как я сделала кромку шарфа. Тут тоже можете по-своему сделать. Я, ну, можете сделать там, я не знаю, платочную вязку, рис. Я сделала просто 2 лицевые петли. Во-первых, мне тут не надо ничего придумывать с кромочными. Тут самая обычная кромочная. Я первую петлю снимаю, а последнюю провязываю изнанкой. И вот получается такая самая, самая простая дорожка из вытянутых петель. И из-за того, что тут вот 2 лицевые, она немножко так вот подворачивается. Причем это видно, это красиво выглядит и снаружи, и с лица, и с изнатки. И более того, она очень хорошо вписывается в резинку, как у меня оформлены кромки этого шарфа. Про резинку мы еще с вами поговорим. Ну что, сколько у меня получается петель? 112 плюс по 2 петли на кромку. Это получается плюс 4, да, 116. И плюс по 1 петле кромочные. Еще 2 петли. И у меня на весь этот шарф нужно 118 петель. При учете того, что у меня здесь 5 широких дорожек. В длину шарф у меня состоит из 18 рапортов. Ну, я тут считать не буду, да, один рапорт 26 рядов. Ну, в общем, это вы уже тут сами посчитаете, в зависимости от того, какая длина вам нужна. У меня 18 рапортов плюс 2 резинки с обеих сторон, да. И у меня получилось 2 метра. Ну, там, 198 где-то сантиметров. Я еще хотела бы вам рассказать по поводу того, как я вписала резинку в этот узор. Мне всегда очень нравится, когда резинка красиво переходит в узор. Конечно же, резинка здесь имеет лишь декоративный вид, то есть никакого функционала у нее нет, кроме как вот какая-то кромочная, да, такой элемент. Я вписала таким образом, точнее, вписала я именно сюда вот эти маленькие дорожки. С учетом того, что у меня рапорт из 14 петель, очень хорошо сюда вписывается вот такая резиночка. То есть у меня получается просто резинка 2х2, которая состоит из 4 лицевых дорожек и из 3 изнаночных. То есть все, у меня вот рапорт узора сформирован вот такой резинкой, между которыми я как раз пускаю вот эту дорожку из 7 петель. То есть вся резинка шарфа у меня состоит из самой обычной резинки 2х2, только лишь вот здесь у меня идет полосочка из 3 петель, которая формируется вот в такую дорожку. И это, по-моему, очень хорошо вписалось, очень красиво смотрится и гармонично переходит уже в следующий узор. И, кстати, возвращаясь вот к этой кромочной части шарфа, можно сказать, что и вот эта вот часть тоже хорошо сюда вписалась. То есть она выглядит очень гармонично вместе с этой резинкой. То есть она имеет такой вид продолжения той самой резинки 2х2. Мне кажется, что это такой неплохой ход, когда резинка вот так переходит в узор. И, соответственно, конечно, это начало шарфа и заканчивала я точно так же резиночкой. То есть здесь точно так же я довязала вот эти дорожки узоров и дальше начала вязать резинкой так же, как и начало. Здесь, по-моему, провязано около 15 рядов резинки. Ну и, соответственно, здесь я столько же провязала. Еще хотела вам сказать про вот эти ряд набора и ряд закрытия. Я очень люблю, особенно в таких вот симметричных изделиях, чтобы и наборный край, и край закрытия смотрелись одинаково. Мне кажется, что в этой ситуации я добилась такого эффекта. Я вам сейчас расскажу, как я набирала петли. Набирала петли я самым обычным наборным рядом длинный хвост. То есть это вот самый-самый простой, какой только может быть. Он выглядит таким немножко объемным, просто потому, что я всегда первый ряд, то есть мы набираем петли и первый ряд у нас идет изнаночный. Я его провязываю изнаночными. То есть у нас сформируется такой небольшой рулик. За счет чего, ну то есть его не особенно видно, но вот эта вот косичка наборного ряда, она немножко как бы подгибается, тем самым создает вот такой объемный эффект. И вот этот вот ряд выглядит очень-очень прилично, и несмотря на то, что дальше идет резинка, он хорошо вот так создает для резинки вот такой край. Для того, чтобы создать такой же край при закрытии петель, я точно так же на изнанке вяжу изнаночный ряд, для того, чтобы создался вот такой вот ролик для кромки. А последние петли закрываю методом назад иголкой, то есть закрываю иголочкой. Если вы не умеете так закрывать или не знаете этот метод, я, кстати, вот буквально до этого видео выставила видео обучающим, такой лайфхак, где я показываю, как закрывать петли методом назад иголкой. Ну, или вы просто можете найти где-то на просторах интернета, или вы можете зайти ко мне в плейлист мастер-класс, где как раз есть видео, где я показываю, как вот закрываются петли иглой методом назад иголкой. Опять же, да, обратите внимание, что эти два ряда, и наборный, и ряд закрытия петель, они практически одинаково выглядят. Ну, все, по-моему, я рассказала вам все самое основное, что можно сказать по этому шарфу. Я думаю, что вы поняли, что все вяжется очень просто. Нужно лишь правильно рассчитать петли, запомнить, как вяжется узор, и вязать ту длину, которую нужно вам. Я надеюсь, я вдохновила вас на создание чего-то подобного. Конечно же, этот узор, и такие ходы можно использовать не только для изготовления аксессуаров, можно и свитер такой связать, и джемпер, и кардиган. Почему бы не связать, например, кардиган с такой спинкой, мне кажется, будет очень красиво. Используйте этот узор, используйте эти ходы, и я буду очень рада, если вы будете отмечать на своих фотографиях, например, меня, или если вы будете шарф такой вязать. Обязательно отмечайте меня, мне будет очень приятно, что я вас вдохновила на эти работы. Я, конечно же, всегда эти фотографии сохраняю, в историях публикую себя в Инстаграм, добавляйтесь в Инстаграм, чтобы видеть тоже работы других мастериц. Ну и свои мне кидайте в директ. На этом буду прощаться с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok